всем привет с вами rg74 я продолжаю проходить игру assassin's creed relations я не помню где мы остановились давно потому что я играл но я наверно буду играть с обрезками и собственно что мы сейчас будем делать это смотреть следующее воспоминание которое мы взяли видимо в прошлой части говори это не очень-то уж и помню и сейчас он как всегда будет засматриваться на этот диск большой дырой посередине после чего ничего не будет собственно как выглядит следующее воспоминание судя по диалогам времени прошло очень много я не помню какое было прошло воспоминание но вроде бы там альтеру пришлось сбежать с массе афа и здесь он возвращается в облике уже такого вот старика который мало чего может но все же мудрый и он просит присесть молодых ассасинов и дать воды видимо они его знают но не знает что он есть сам альтаир ну вот собственно после небольшого но и не короткого диалога начинается миссия она заключается в том что нам надо добраться уже не помню до кого но как мне помнится он убил жену альтаира он собственно предатель что ли ну в общем нам надо добраться до него находится на самом верху и несмотря на то что мы вот так вот косо ходим не можем уже ускоряться никак не по не прокурить но убивать все же можем вот примеру вот эти два чудака стоят ничего не делая я тут к ним подхожу здрасте и все до свидания вот это у них лица окровавлены если честно вот ничего уже не могу ну понятно что старик пожилой и так поднявшись чуть выше там кто-то ходит это наша следующая цель ох как я давно женой не использовал эту кнопочку о нам ассасинчики помогают не трогайте только меня спасибо но все же драться то могу но с такой толпой то уже навряд ли даже убежать то не смогу хотя тут такой сложности то особо нет нежели когда вы молодой ассасинчик вот получи это была моя работа господа а теперь поднимаемся еще выше поднявшись еще выше там еще кто-то стоит он что-то нам говорит но нам пофиг на него и мы идем словно я не знаю кто терминатор какой-то да он не стреляет ничего говорят мол войди давно твою мудрость не слышали ну ладно зайду чё проблемы что ли а эти что уже не знаю противятся нам но нам ассасины помогают а то что сзади который нас пригласил ему словно пофигу что перед ним убили ассасинов а вот он и наш предатель старика он уже заставляет увидеть альтаира ну ну что не хотите совесть да мешает хотя сейчас будут некоторые придурки нам мешаться на пути привет поклоняются нам а вот этот приветствоваться с нами не хочет так получи же вот так сказать яблочко ну вот все добрались до него что он тут нам было болит нет 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 тебя нужно убрать несмотря на то что ты будешь что-то говорить я что имя то забыл ну все хватит вот после разговора нам надо чё ну тупо стрельнуть вот и все так а вот вернулись уже в настоящее время где мы это со должны уничтожить какую-то жирную цепь в общем тут сделали водную блокаду из кораблей чтобы этого не смог никуда видимо уплыть а это нам мешает нам нужно в константинополь ну вот добравшись мы сейчас взорвем спокойно вот он так отходит как будто пофигу что будет сейчас за взрыв хотя наш друг предупреждал что взрыв то будет не слабая почему его не сделала ничего такого ну может я в чем-то ошибаюсь ну и ладно все поломали так вот добираемся и нам тут уже будут мешать это уже не важно потому что после драки нам надо будет согнемета полить по кораблям которые будут палить по нам а нам будет пофиг вот реально мы терминатора это что виде прицела у меня это что за смазанная фигня такая это баг или за то что не пиратка лана это неважно она не совсем уж и мешает вот так вот поджигая поджигаем чё все первый раз когда играл было чуть дольше но это еще не все потому что после этого нам будет надо будет прыгать по кораблям огненным только после этого мы доберемся сюда вот уже здесь константинополь вот он он здесь находится под горой или что в общем большая пещера где находится город от любого звука издается некое эхо нам нужно найти какую-то шпионку которая попросит что ли спасти кого-то и посыпал небольшой болтовни мы должны будем проникнуть туда ну что ж давайте проникнем все проникли это не анализ случайно я немножечко не понял да 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 здесь рабы их пытает некий какой-то придурок который нам надо тоже будет убить в будущем сейчас мы будем смотреть как и и ее друга буду мочить то есть в общем не важно и нам незаметно надо будет убивать стрелков которые будут настрелять если мы их не убьем первый готов теперь 2 из 4 и как всегда жизни нашего союзника это наше драгоценное время наш таймер задание еще всем пофиг что труп упал если чем пение он же там это развлекается мочит раба беспомощного все а сейчас ты получишь у меня вот так вот с высоты прыгаем на получи грешник но потом фигус оказывается что он не умирает от этого первый раз такое вижу то есть нет второй и который раз но это уж не считается я имею ввиду что наверное из всех врагов отца это первый кто смог выжить после удара скрытого клинка но тут урод точно не сдается лечиться аж приходится капец ну вот после битвы него убил так тебе почему мне так телепортнуло я не понимаю и дальше что нам надо делать находить взрывчатку не знаю что она здесь делать и нужно взорвать порох вот так получи все довольно легко по мне кажется так и я не хочу незаметно это все проходить скрытно убивать лучше толпой зачем уже так время тратить действительно к тому же это прямо у нас супермен и вот когда мы нашли бомбу вот что происходит вот он какой-то там знакомый жердяй приходит огорчается что все тут такое что за разврат что произошло сам удивлен это еще нам за ним надо будет бегать перед нами будут стоять враги но когда мы до него доберемся он уже никуда не убежит мне так ужасно лагает он действительно силач но как говорится человек сильнее бота и тут узнает что это предатель он ох как их тамплиер он и вот что мы тут натворили оказывается но нам-то пофиг действительно но нас жизни тратится от того что дым-то ядовитый как никак и вот выбрались мы на корабле и радуемся что мы живы смотрим на этот диск и переходим на следующие воспоминания наш альтаир глава масяф и нам нужно сопроводить двух братьев пола и у него в руках само яблоко но он умеет им управлять да в общем так вот все миссии сейчас не очень интересно тут ходить и все можно сказать он уже сам автоматически все делает даже если вы не будете давать врагов кликать нужны вам клавиши или мышка и кнопки мышки чтобы активировать яблоко он сам возьмет и активирует как-то в прозроходе будет только прозроходе у него еще жизнь из-за этого тратится ему и закончили еще одну последовательность получили сотку но тут я не знаю ну нереально это не получить ее зато мы узнаем что наш друг все-таки погиб очень жалко его если честно напоследок мы идем мстить этим уродом и не одни уже слава богу со своими ассасинчиками вот так вот собственно выглядят бои довольно не очень уж и скучно и под конец мы добираемся до этого предателя но он словно какой-то мудрец он не боится смотреть в глаза ассасина и отцово самому великому возможно ассасину хотя альтера по мне так еще лучше потом оказывается 17 дней не будущий правитель племянник этого предателя подслушивал его тоже уважаю человек очень хороший да и свои 17 лет хорошо разбирается в политике если честно пацан молодец уважаю еще раз скажу так вот так ты еще нас от юнчара спасаешь я плыву ну вот теперь нам нужно эти диски использовать в качестве того чтобы забрать софию потому что этот придурок он забрал ее собой и нам пришлось ему отдать эти артефактики когда мы поднялись то совершенно взять ее но это не софия оказывается какая-то дура а вот и сама софия она там уже повешенная блин у нас стреляют нам пофигу мы отрезаем это ты жива нет ну в общем нам потом с ней надо будет прокатиться так сказать проводить нашего врага да он так и оказывается сказал вот так вот вам прямо как самом начале ну тут уже более менее сложнее это все выглядит однако мне очень нравится толкаться на этом конечно же еще не все ай хотели софии помочь а вот и теперь нифига и нам надо будет раскрыть раз прошут и потом вот так вот летать вот чуть только не придумают под конец игры но мне до более менее нравится потом задача чуть улучшается нам надо будет вообще убивать даже защищать тем самым софию но потом еще и здание будут на время намешаться однако это не очень сложно выглядит как в первый раз когда я играл и все же потом все подходит к тому что софия захотела потолкаться но у нашего врага колеса металлические шипами идем специально для такого вот момента однако это у нас не сдается естественно когда он спустился он нападает на своего врага и нам надо будет в воздухе с ним драться а ай мне ж больно дебил в общем потом нам надо будет наоборот перевернуться и долбить его и одновременно защищаться в воздухе это довольно так обычно выглядят молодцы же хорошо задумали этот момент а потом раскрыть парашют полететь там чтобы спастись но он же схватился за нас поэтому он как бы не разобьется но мы обтирули его потом собственный брат его душит выкидывает вниз что собственно на праны делает а потом мы оказываемся в мосе афе сама мосе афе уже в наше время у меня броня уже поломанная мы вместе с софией она потому что решила с нами пойти а вот это наша преграда и действительно но не очень сложно это вашей преграды нам теперь нужно воспользоваться дисками чтобы и решить головоломку вот так вот она выглядит ну она не сложно если честно блин давайте лучше другое другое да выберем вот пример вот это вот подошло и вот собственно мы всю головоломку уже решили но это я не знаю не называй головоломку искали в скорее пазлом теперь нам надо будет тупо идти еще и тут мы находим альтаира у него находится еще один диск в котором я воспоминание там мы все не было у его сына уже даже седые волосы сколько же он живет очень много удачи билда лабора и фьюдит на тенту кипер бокс пакет броня ну что ты и молча у тебя манголы мосиафа масте банди я и прорезает сделать Должно оставаться в доме, далеко от Игархана. Тем не менее, до того, как он подходит секрет, который содержит. Что секрет? Пойди, сын. Пойди с твоей семьей. И живи хорошо. Все, что хорошо в меня, началось с тобой, папа. Что это говорит тебе? Что ты видишь? Теперь нам надо, наоборот, идти тушить. А это надо было зажигать. Потом мы узнаем, что он положил здесь яблоко. Вот оно именно здесь находится. Именно здесь. Потом он, видимо, слеп, что ли. Ну, видите, как он трогает место, куда бы присесть. Видимо, он как-то умирает, что ли, я не знаю. А что слеп? Такая пустая библиотека достает этот артефакт. Шестой. Положит себе на колени. И просто уснет навсегда. Очень жалко Альтаиры. А вот и сам артефакт, но... Отцу не осмеливается его взять. Молодец. Я видел достаточно для одного жизни. Я видел достаточно для одного жизни. Десмонт? Он говорит мне? О том, что он говорит мне? О том золотой... О, это яблоко, оно про Десмонта говорит. Естественно, если мы вспомним, то конец Ассасин Скребер 2 и начало Бразорка Худа, там говорилось про Десмонта. там какая-то тетка не помню как и завод честно говоря ну зачем-то он снимает оружие я чуть-чуть не понял но выглядит это довольно уж правильно еще чувствует что он разговаривает с ним что он его слышит как же красиво сказано очень красиво о так вот он сам дэзмонд трону в плечо что-то произошло украинский лейстис нечистос а я не учусь что-то операция что-то всегда было минерва я вижу что у вас еще много вопросов кто мы что-то что-то мы от тебя у вас у вас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На основе которой лежит то, что он наговорил... То, что раньше был какой-то другой мир, где люди были более умными, как я понял... Но что-то произошло... Видимо, апокалипсис... Прямо вот то, что обещают... В 2012-м, да и с 90-х... В общем, то, что сейчас обещают... Типа, это будет... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, как наше понято столы пепельной, что вот сунумис... Нет, это статуй поломанной. И они собирались, то есть пытались восстановить наш мир. И немножечко-то у них стало получаться. Со временем все стало меняться, что-то увеличиваться. Появляться горы на этих местах. То тут пустынь, то дожди, то еще чего, очень много времени прошло и... ...вот как-то так в наше время. Машиньки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дезмон, ты слышишь меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну так, если знаешь, действуй, как говорится. Вот только что после этого, там-то и дело, что ничего. На этом конец игры. Что я могу сказать по поводу нее? Ну, сюжет, конечно, как бы это сказать. Дал бы я ему четыре из пяти, так как... ...чего-то как будто не хватает, хотя сюжет все же как-то затрагивает. Чувствуется продолжение великого ассасина Виатсова. Несмотря на то, что он уже такой пожилой человек, а однако все же в нем ловелас остался. Графику я не буду судить. Че, графика это же не главное, хотя... ...вроде ее сохранили из Бразера Худа. Или чуть-чуть улучшили. Потому что у меня бывало, фпс как-то уменьшался. Видимо, все-таки чуть-чуть улучшили. Ну, а так-то я все же этот ассасин считаю как... ...ну, не игру, а как какое-то, блин... ...какое-то дополнение на Бразер Ход. Естественно, это продолжение второй части. Все же... ...я не знаю. Там практически ничего не изменилось. Просто добавили новые персонажи. Не знаю. Давно я уже полностью не проходил игры. Да, это я не полноценно прошел, а словно обозревал последние куски, что мне осталось делать. И если бы я не обрезал, а дальше проходил, это мне бы еще на минимум 15 частей бы это хватило, а это еще дольше. Судя по тому, как я каждую часть выкладывал чуть ли не в месяц. Не раз в месяц. Ну вот так вот. Ну, мне кажется, что так уж лучше... О, генерация? Ой. Что это? Ладно, не важно. Раньше я помню... После каждой пройденной мной игры я благодарил за то, что меня смотрели как Проквакша, его девушка Мария и Фиксер. Сейчас, к сожалению, я так уже сказать не могу, несмотря на то, что Проквакша вернулся. Проквакша вернулся. И все же... Друзья... Из Ютуба. Я вас смотрю, это как... Сальвадор, Фиксер... И другие. Да-да-да, я вот вас смотрю. Естественно, Фиксер, он же сейчас Линч. У него слишком много дел, как я понял. Видео нету времени выкладывать. Да это и уж не очень самое важное в жизни. Ну ладно. С вами был RG74. На этом я заканчиваю прохождение игр Assassin's Creed Revelation. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.